приветствую вас дорогие мои весы с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделю 17 по 23 июля и разобраться в этом вопросе нам поможет мифическое таро давайте спросим у него что же вас ожидает интересненького в этот период времени 17 по 23 июля и так начнем как всегда с вашего настроя с вашего настроения так восьмерка жезлов ну куда-то вы торопитесь либо ехать намерены либо порешать быстрее дело либо начать какое-то дело и завершить его в самые в короткие сроки вот может это связано с карьерой может быть с отношениями с выяснением отношений может торопитесь нас за будете торопиться навстречу быстрее какой-то разговор чтобы состоялся да или какая-то активность началась и вы ее хотите спровоцировать эту активность своими действиями всем тоже очень-очень динамичными действиями но давайте смотреть что у нас с событиями рыцарь жезлов вот еще одно подтверждение друзья мои скорость здесь и скорость здесь давайте дальше все выложим и там будем уже будет видно маг и четверка жезлов до неделя будет очень такой активной однозначно друзья мои не исключено что эта активность частично будет и ваша и частично будет связано с обстоятельствами то есть сами ситуации будут формироваться со стороны со стороны может быть это какая-то срочная поездка вполне встречи разговоры кстати и любовного характера тоже может это может быть флирт нечаянный в любом случае что-то вот стремительно ворвется в вашу жизнь да какие-то события или как либо какая-то информация от кого-то случайно не исключено вот что встретились с кем-то поговорили ни о чем и вот именно во время этого разговора о вы узнали что-то очень очень для вас значимое и главное ну карта маг друзья мои тут либо какие-то магические ритуалы если вы этим занимаетесь да будут иметь место быть и они будут очень результативными ну а в основном конечно в основном карта маг может говорить о том что вы будете действовать индивидуально индивидуально только на себя надеяться как решили так оно и будет вот здесь и конечно же виден такой упор именно на на то что я сам себе хозяин или хозяйка как я сказала или сказал так оно и будет как я решу или так оно и будет вот что-то вот в этом роде друзья мои и самое еще еще один момент у вас в принципе будут для этого все ресурсы не зря будет уверенность в своих силах вот такая сильная уверенность потому что у вас будут для этого ресурсы дополни возможно это начало нового дела нового бизнеса новые работы новых отношений в том числе мои хорошие да новых отношений третья карта ну четверка шестлов это уже как результат как как на какой-то результат или как часть какого-то результата то есть работа выполнена можно расслабиться можно после или отдохнуть или начать разработку нового плана нового этапа действий на также друзья мои четверка жезлов может проиграться вопросами связанными с недвижимостью скорее всего загородным недвижимостью какими-то земельными делами ну а в основном конечно отдыхом расслаблением перед новым рывком да ну почему бы нет кто-то в отпуск пойдет кто-то сам себе сделает отпуск вот такие пироги ну что ж давайте дальше что у нас конфетками с занозами и так конфеткам повешены ну в принципе не пугайтесь конфетка хорошая она говорит о том что в какой-то момент какой-то момент у вас наступит состояние перевертывание что ли да то есть придется как то вот так нестандартно вывернуться и порешать какой-то вопрос или получить для себя нужный результат да может быть это озарение это может быть новая идея это может быть выгодная выгодная остановка это может быть возможность тайм-аута перед броском перед какой-то работой но самое главное что это действительно конфетка конфетка не простая она конечно выглядит довольно таки интригующе но тем не менее тем не менее ладно давайте посмотрим а что с занозой девятка жезлов ну это конечно за моза в любом случае и она конечно показывает непростые ситуации то есть препятствия да препятствия какие-то сложности на пути или сложности просто на возникающие из ниоткуда ну в основном конечно здесь речь идет о сложности когда вы чего-то хотите получить чего-то добиться вот то есть можете можете встретить трудности их придется решать это однозначно как-то разруливать ситуацию но факт остается фактом это конечно заноза ладно теперь давайте спросим советом ну в принципе друзья мои вот если посмотреть на события до неделя очень удачная и на очень хорошо ложится на ваш настрой может быть вы своим настроем спровоцируете вот такие события либо события вас приведут в такой настрой заставит вас быть активными динамичными может быть и так и и так и так может быть кстати одно как говорится тянет другое так сама настрой ну в принципе логично какой у нас настрой такие у нас дела если у нас депрессия то и дела такие если у нас подъем энергетический подъем позитив и прочее прочее то соответственно и дела такие поэтому оракул как бы говорит контролировать до контролировать ваш самонастрой и делать все возможное чтобы он был на верхней планке ни в коем случае ни в коем случае не провоцировал опускание на дно опускание в депрессию в плохое настроение и так далее вот такие пирожочки ну что ж мои хорошие на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам здоровья удачи любви побольше денюжек ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале youtube telegram вконтакте и в дзене